Про предназначение Как-то раз Волк в лесу решил взять выходной на пару дней Ушел из леса, погулял пару дней Возвращается в лес А ему охрана говорит Извини, твое место уже занято А что же мне делать? Если хочешь, свободное место белки Заходи в лес Веди себя как белка Будешь исполняющей обязанности белки Ну, ладно, делать нечего Заходит волк в лес Начинает вести себя как белка Забираться на деревья Собирать и грызть орехи Вдруг видит белку Которая сама себя как-то странно ведет Воет по волчьи, бегает за зайцами Ты кто? Спрашивает волк Я исполняющий обязанности волка А ты кто? А я исполняющий обязанности белки Слушай, белка, говорит волк Тебе не кажется все это странным? Да, говорит белка А что ты хочешь? Когда место льва занимает осел Шалом, дорогие друзья С вами Давид Плискин В прямом эфире из святого города Иерусалима И в ближайшие 15 минут С Божьей помощью вы узнаете Как найти свое предназначение Я расскажу, как это связано с исполнением заповедей Что означает известная фраза Каждый еврей должен говорить Когда мои поступки достигнут поступков моих праотцов Вы узнаете Из какой фразы царя Давида Адмор и Слонима Учат два очень важных совета О том, как найти индивидуальное предназначение И другие вещи Связанные с исполнением Вашего индивидуального предназначения Которые я, честно говоря, не видел В русскоязычном интернете Но в начале небольшое объявление Почему одни люди везде видят возможности А другие опасности Почему одни люди видят в любом месте Как там можно сделать деньги А другие сидят на хлебе с солью И не видят возможности Как настроить свой мозг Видеть везде именно возможности Видеть, как можно стать еще богаче Еще здоровее Везде замечать позитив Об этом я буду говорить На своем бесплатном вебинаре Который с Божьей помощью Состоится уже в этот четверг В Зуме 18.15 По московскому времени Для записи и получения напоминания О прямом эфире Нажимайте на самую первую ссылку В описании этого урока И вы попадете на мой пост На моей страничке Страничка называется Давид Плизкин на русском языке И этот пост посвящен уроку в четверг И вы напишите там в комментарии Хочу И тогда сможете принять участие В прямом эфире в четверг Естественно на эфире Можно будет задавать вопросы Итак Нажимайте, дорогие друзья На первую ссылку В описании данного урока Кому это интересно И таким образом Регистрируйтесь Регистрируйтесь На этот важный урок Который с Божьей помощью Сделает вашу жизнь Намного лучше И интереснее Так Что нам пишут Шалом всем Да Шалом Шалом Так 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 Окей Эректов Здравствуйте Олег Здравствуйте Виталий Всем Добрый день Добрый вечер Итак Дорогие друзья Сегодня мы поговорим О том Как найти Наше индивидуальное Предназначение Готовы? Итак Пристегните ремни Мы взлетаем Перед взлетом Еще раз напомним Что предназначение Еврея Начинается с того Чтобы соблюдать Заповеди Когда ты уже Соблюдаешь Заповеди Находишься В этом Великолепном Океане Тогда Начинается Поиск Индивидуального Пути Внутри Этого Океана Написано В Ликутей Муаран Тора 140 Что для тех Чья вера Мала Необходимы Тяжелые Работы У ученика Раби Нахмана По имени Раби Натан Было ощущение Что у него Есть вера Сказал ему Раби Нахман И у тебя Есть вера В Творца Но у тебя Нет веры В себя И нам Важно знать Что были Праведники Которые Из-за того Что не верили В себя Они потеряли Свою награду В будущем Мире Правило Таково Человек Должен Верить В себя Верить Что он Дорог Всевышнему Знай Что ты Полон Или ты Полна Духовных Сокровищ Большинство Людей Недооценивают Себя Считают Себя Нестоящими Неудачливыми Слабыми Несчастными Неспособными Человек Не верит В себя Что у него Есть сила И способность И возможность Что он Дорог И важен В глазах Всевышнего И что он Может Реализовать Свой Потенциал Поэтому Очень важно Верить В себя Потому что Вера В себя Это часть Веры В Творца Если Всевышний Дал мне Эти способности То естественно Он даст Мне Возможность Эти способности Реализовать Написано В книге Тана Две Илья Каждый Понимаете Я Я Достигаю Ответ дает нам Адмор Ислонима. Он говорит, что ответ находится в известной фразе царя Давида в книге Таилим. Написано в книге Таилим, что это означает «отдались от зла и твори добро». Как это понимает Рав Ислонима? У каждого из нас есть какая-то митсва, заповедь, которую мы больше всего любим исполнять и какой-то талант. Талант, который мы проявляем лучше всего. Говорят наши мудрецы, надо направить свой талант на действие во имя небес. А в любимой заповеди нужно стремиться к совершенству. Это аспект «твори добро». С другой стороны, у каждого человека есть самое большое запретное вожделение. Так мы устроим. У каждого свое. У кого-то к еде, у кого-то к женщинам, у кого-то поспать утром до 12 часов дня. Это вожделение нужно исправить. То есть, вначале перестать идти у него на поводу, не делать запретные вещи, а затем направить корень этого желания на добрые дела. Например, написано в святых книгах, что страсть к женщинам и желание изучать Тору произрастают из одного корня. Это аспект «отдались от зла». Например, еврей, который самое лучшее, что он умеет делать, это играть на музыкальном инструменте, я уже говорю, «отвори добро», пусть веселит других евреев своей великолепной игрой. Тот, кто умеет очень хорошо объяснять, пусть преподает Тору. Тот, кто умеет хорошо зарабатывать деньги, пусть откроет благотворительный фонд, или пусть жертвует часть заработанных денег на изучение Торы и благотворительность и так далее. Слышали известную историю о Якове, Якове из Кракова. Она очень хорошо нам показывает один из аспектов предназначения. Рассказывается, что как-то раз Яков из Кракова увидел сон. Ему приснилось, что в Праге под главным мостом зарыто огромное дорогое сокровище. Что он сделал? Ничего не сделал, ну подумаешь, сон. На следующий день, на следующую ночь, точнее, ему опять снится тот же самый сон. В Праге зарытое сокровище, и голос ему говорит, иди, вырой это сокровище, забери его себе. Он начал сомневаться. Поговорил с женой. Ну, жена говорит, да, ерунда. На следующий день опять он видит тот же самый сон. И голос ему говорит, иди в Прагу, вырой сокровище вот в таком-то месте, под мостом в Праге, и это сокровище будет твое. Ну, Яков из Кракова не выдержал, взял свою котонку и пошел несколько дней до Праги. Когда он пришел в Прагу и увидел этот огромный мост в центре города, он начал спускаться под этот мост, и он увидел там офицера. И он не знал, что делать. Офицер охранял этот мост. И Яков знал, что если он вырвет сокровище, то офицер это сокровище у него, скорее всего, отнимет. И он встал неподалеку и ждал, смотрел, пока офицер уйдет. Офицер его заметил. Офицер подошел к нему, схватил его. Ну-ка, ну-ка, признавайся, что ты тут делаешь? Может быть, ты вражеский разведчик? Счастья тебе! Яков испугался и решил сказать правду. Ты знаешь, я скажу тебе. Я увидел сон, что под этим мостом зарыст клад. Ха-ха-ха! Рассмеялся офицер. Ну и что, мне три дня уже снится, что у какого-то Якова из Кракова под печкой зарыст клад, что я пойду к этому Якову из Кракова. И Яков все понял. Он вернулся домой, разобрал печку и нашел там клад. И то же самое, дорогие друзья, происходит в нашей жизни. Многие из нас ищут предназначения, ищут ценности вовне, в других каких-то религиях, системах. То, что не связано с нашими еврейскими ценностями, то, что не связано с иудаизмом, то, что не связано с наследием, которое дали нам наши праотцы. А на самом деле, все это есть у нас в иудаизме. Поэтому, дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня со мной. Я желаю вам найти, как можно скорее, и исполнять в радости, в здоровье, в счастье ваше предназначение. И небольшое объявление для тех, кому интересны, мотивирующие фразы, мудрые фразы. Я сделал специальную группу, в которой по утрам вы получаете только эти фразы, больше никакой рекламы, ничего, никто там не может писать. Закрытая Телеграм-группа. Нажимайте, если вам это интересно, на вторую ссылку в описании этого урока. Присоединяйтесь к этой группе. Спасибо всем, кто был со мной. Если вам понравился этот урок, отправьте его друзьям. Я желаю каждому из вас найти, исполнять ваше божественное предназначение в радости, в счастье, в здоровье. И будьте счастливы! Субтитры сделал DimaTorzok